В отличие от многих других более древних принципов уголовного правосудия имеет весьма драматическую историю, в том числе и в реализации его законодательства в нашей стране. В целом, если сделать небольшой короткий исторический экспорт, то презумпция невидомности появилась вообще в практике и теории уголовного процесса благодаря великим буржуазным революциям. То есть первые признаки были отражены в Декларации прав человека и гражданина, принятого сразу после Великой Французской революции. И затем идея продолжала развиваться и, в принципе, на основе этих либеральных трендов, которые были сформированы на основе борьбы с деспотией, борьбы с абсолютной монархией и обусловленным этим произволом в уголовно-процессуальных отношениях, принцип презумпции невиновности стал некой лакмусовой бумажкой, отчерчивающей границы гуманизма в уголовном правосудии. Вообще, нравственная природа принципа презумпции невиновности, наверное, вам всем известна и понятна, и приходит в какой-то степени сделать отсылку и в эту часть человеческих отношений. Очевидно, что каждому из нас свойственно ошибаться. Никто не вправе претендовать на истину в последней инстанции. И практика уголовного судопроизводства имеет массу горьких примеров того, как людей осуждали безвинно за преступления, которых они не совершали только лишь на основании фактической или юридической ошибки. И единственным способом защититься от вот этого несовершенства человека, защититься от ограниченности его возможностей в познании мира, является, как ни странно, принцип презумпции невиновности, который требует от органов, ведущих уголовный процесс и в первую очередь от суда, разрешающего дело по существу, принятия решения по существу этого дела в неразумных сомнений. По большому счету презумпция невиновности в уголовном процессе, она расслаивается на несколько, так скажем, ипостасей. Первая из них состоит в том, что лицо считается невиновным, пока его вина не признана вступившим в законную силу приговором суда. То есть, таким образом делается отсылка к тому, что правосудие по уголовным делам может осуществлять только компетентный, беспристрастный, справедливый и объективный суд, созданный на основании закона. Никто другой не вправе брать на себя полномочия по признанию человека виновным в совершении преступления. И второй слой презумпции невиновности состоит в регулировании вопросов доказывания в уголовном процессе. Он, в первую очередь, возлагает бремя доказывания в уголовном процессе на сторону обвинения. И природа этого принципа, она уходит в понимание человеком справедливости организации уголовно-профессиональной деятельности вообще. Как правило, еще со времен феодализма борьба с преступностью – это исключительная монополия государства. И вот во время расследования уголовных правонарушений государство использует весь свой огромный правоограничительный потенциал. И частное начало в уголовном процессе, оно по своей силе, по своему влиянию просто несопоставимо с государственным началом. И потому закон в правовом демократическом государстве перекладывает бремя доказывания именно на плечи органов уголовного преследования. Таким образом, создавая легальную привилегию для стороны защиты и, в первую очередь, для самого лица, привлеченного в уголовную ответственность. И третий фундаментальный слой презумпции невиновности – это трактовка всех сомнений. Как в фактической, так и в юридической стороне, а также в толковании норм законодательства в пользу привлеченного к уголовной ответственности лица. Есть старое такое зеркальное отражение принципа презумпции невиновности, которое говорит о том, что недоказанная вина приравнивается к доказанной невиновности. То есть, таким образом, мы получаем некую четкую рамку, некий стандарт, некий критерий оценки справедливости в уголовном правосудии именно через призму соблюдения принципа презумпции невиновности. И вот в этой связи следует признать, что у нас долгое время, даже в мою юность, возникали вопросы о том, в каком объеме этот принцип презумпции невиновности признается в нашем законодательстве. Ну, мы все родом из советского прошлого. В свое время, когда большевики пришли к власти, конечно, они попирали, так скажем, не только этот, но и все другие принципы справедливого уголовного процесса. Принцип презумпции невиновности считался буржуазным. Даже упоминать его было в сталинские времена небезопасно. Но, тем не менее, наверное, все-таки под влиянием в том числе и общечеловеческих ценностей уже в конце 80-х годов этот принцип начал постепенно отражаться в законодательстве Советского Союза. Ну, и в настоящее время мы имеем статью 19 Уголовного процессаного кодекса, ну, и соответствующую, так скажем, первооснову для нее в Конституции Республики Казахстан, в которой принцип презумпции невиновности закреплен достаточно хорошо, ясно и четко. Ну, я думаю, что все эти статьи читали, нет необходимости их сейчас воспроизводить. И вот вторая часть моего выступления попросили быть коротким. Конечно, презумпция невиновности – это настолько фундаментальная часть теории уголовного процесса и настолько сложный раздел практики уголовного судопроизводства, что о нем можно говорить целый день, особенно для практикующего адвоката. Ну, коль скоро нужно это выступление сокращать, то я сразу перейду ко второй части, к проблемам практической реализации. К сожалению, мы вынужден признать, как практикующий адвокат, что до сих пор еще практика нашего уголовного судопроизводства не свободна от атовизмов старого инквизиционного советского уголовного процесса. До сих пор принцип презумпции невиновности, по моему мнению, не реализуется в достаточной степени. Надо признать, что в этой части есть позитивные изменения, конечно же. Ну, например, по рекомендации Комитета по правам человека практически во всех судах нашей страны демонтированы эти жуткие клетки, в которых находились подсудимые во время рассмотрения дела. Сейчас они заменены на более мягко выглядящие, так скажем, стеклянные помещения. Ну, конечно, сам по себе демонтаж клеток, которые проводили нездоровые аналогии со Зверинцем или зоопарком, он заслуживает позитивной оценки. Ну, полагаем, что лишь внешнее следование этому принципу явно недостаточно, и нужно менять практику уголовного судопроизводства в этой части довольно кардинально. Вот одним из признаков, так скажем, недостаточного соблюдения принципа презумпции невиновности является статистика оправдательных приговоров, которая у нас крайне низкая. В районе 1-2% колеблется число оправданий, число оправдательных приговоров. И это косвенно, просто с такой научной точки зрения, свидетельствует о том, что не все так гладко, потому что во многих правовых демократических государствах, за исключением буквально единицы, проценты оправдательных приговоров намного в разы, иногда даже в десятки раз выше. И мы все прекрасно понимаем, руководствуясь здравым смыслом, что в том состоянии, в котором находится наша система органов уголовного преследования, они просто не могут работать с таким высоким коэффициентом обвинительного полезного действия. То есть у меня есть достаточно серьезные основания, в том числе и по делам, проходившим в моей личной практике, полагать, что процент судебных ошибок в реальной жизни выше, чем мы его фиксируем по данным статистики. И вот, так скажем, проявлением недостаточного соблюдения этого принципа является, во-первых, не всегда должная мотивировка и обоснование решений о признании лица, о виновном, вынесенных органами правосудия, в приговорах. Например, в моей практике было уголовное дело, по которому человека осудили за причастность к транснационально организованной преступной группе, приговор состоял из 99 страниц, и только две из этих страниц были посвящены той самой тяжкой статье, по которой он был обсужден. Ну и, разумеется, мотивировка на этих двух страницах, мягко говоря, оставляла желать лучше. Я боюсь, что если порыться в судебных архивах, таких дел можно найти, наверное, даже немало, и в этой связи, на мой взгляд, существенным нарушением принципа презумпции невиновности является недостаточное обоснование сомнений, которые существуют в виновности лица. Эти сомнения порой не опровергаются в достаточной степени подробно и аргументированно, как это было бы необходимо для стандартов справедливого уголовного правосудия в правовом и демократическом государстве. Кроме того, у нас, адвокатов, смущает реакция на наши жалобы и обращения. Каждый адвокат может привести немало примеров того, как он пишет жалобу на 7-8 страницах органов прокуратуры и иные инстанции, и получает оттуда формальный ответ на полутора страницах, где все его доводы на самом деле просто игнорируются. Понятно, что при таком отношении к доводам стороны защиты говорить о том, что все сомнения тракуются в пользу обвиняемого, пока говорить не приходится. Ну, я ограничен во времени, потому, наверное, сразу перейду к рекомендациям. Полагаю, что проблема в реализации этого принципа упирается в фундаментальные вещи. Я думаю, что нашим судам не хватает независимости при отправлении правосудия. Вот сформировавшаяся еще советская практика управления судебной системой, она не способствует тому, чтобы судьи, особенно по первой инстанции, были в достаточной степени свободны и независимы при вынесении своих решений. Ну, мы все видели в социальных сетях, очень часто публикуются, ну, не часто, но порой, так скажем, публикуются материалы, в которых на отсутствие этой независимости, на форме и способе ее ограничения делаются довольно конкретные ссылки, в том числе и с самими бывшими судьями. И вот, к сожалению, вынуждены признать, что механизм такого рода ограничений он пока еще не устранен, и это также формирует такую неоправданно суровую практику уголовного судопроизводства. Понятно, что сформировать уважение к этому принципу можно лишь формированием соответствующей судебной практики, и было бы неплохо, если бы высшестоящая судебная власть, она давала ясный и четкий месседж всем правоприменителям на то, что соблюдать презумпцию невиновности необходимо, и что все сомнения, неустраненные сомнения в виновности лица должны трактоваться по его пользу. Следует уделять серьезное внимание международным стандартам обеспечения принципов презумпции невиновности. Если поднимать прецеденты Комитета по правам человека, то можно найти массу примеров того, как Комитет указывал на нарушение принципов презумпции невиновности и рекомендовал, каким образом избегать такого рода нарушений. Мне кажется, эти прецеденты Комитета нужно внедрять в практику нашего отечественного судопроизводства, не избегая, в том числе, и прямых ссылок на эти конкретные сообщения. Данилер, у вас одна минута, просьба завершать. Да, да. Ну и, конечно же, нужно продолжать развивать и усиливать гарантии адвокатской деятельности. Адвокат не должен быть всего лишь внешней декорацией в неоправданно репрессивном уголовном правосудии. Голос адвоката должен быть услышан. На доводы защиты всегда необходимо давать соответствующие, аргументированные, мотивированные и обоснованные ответы. Ну и в завершение хочу присоединиться к идеям того, что нужно проводить соответствующую обучающую, разъяснительную работу со всеми правоприменителями и необходимые научные исследования в этой части. Спасибо большое за ваше внимание. У меня на этом все.